Уважаемый Пётр Владимирович, уважаемые коллеги, мы почти каждую конференцию, особенно Белая Ночь, возвращаемся к этой теме, потому что, скажем, всякие там успехи экспериментальных исследований, выделения подтипов, в принципе, пациентов интересует меньше. Пациенты интересуют операции, объём операции и результаты. Ну и, конечно, тут нельзя не рассматривать вот этот основный вид лечения без оценки угрозы рецидива заболевания, местного рецидива прежде всего. Ну, вот этот вопрос был поставлен и в Сангалине, как основной конференции по раку молочной железы, и в марте следующего года там тоже это будет исследоваться более подробно. Ну, вы знаете, что два типа операций фактически выполняются. В основном, в большинстве диспансеров института выполняются мастектами по-прежнему и значительно реже, но с нарастающей частотой различные виды органов сохраняющих операций. Что понимают, допустим, эксперты Сангалина под органов сохраняющими операциями? Это умеренно небольшая операция резекции, это биопсия сигнальных лимпов узлов категория 0, это лучевая терапия или крупнофракционная, или дополненная биостерапия, и, конечно, системное лечение в зависимости от типа заболевания. Ну, очень большое разнообразие внедряется реконструктивно-пластических операций, это вот одни из которых, в общем-то, как бы объем удаленных тканей соответствует объему операции, это секторальная резекция, там, сегментарная резекция, объем удаленных тканей превышает объем органов сохраняющих операций, это типа редукционной пластики. И, наконец, подкожная мастектония с сохранением и восполнением этого объема различными тканями, как организма, там, ТДЛ, вот, или ДИП, или ТРАМФЛАП, или искусственный материал, эспандер, имплант. Ну, мы каждый там операционный видим вот эти различные разрезы, они очень популярны, относительно просто выполняются, и многим пациентам такие операции нравятся. Какова позиция Сангалин в отношении реконструкции вот этих операций пластических? Они считают, что онкологическая безопасность всех видов реконструктивных операций тщательно не исследована. Даже в условиях крупных стационаров, как вот наш институт, наделенных специалистами в области диагностики, патоморфологии, лечений и так дальше, вот, даже в этих ситуациях нельзя предугадать всех возможных, как бы, осложнений или последствий, и правильного выбора места пластики в общем объеме вмешательств. Вместе с тем, каждый пациент должен быть проинформирован о возможности выполнения онкопластической операции. Почему вот здесь они подчеркивают Сангальни? Потому что во многих европейских центрах вот этот этап операции выполняется вне онкологического учреждения. Это частные клиники, это отдельные, вот, так сказать, много профильные больницы и так дальше. Вот где и выполняется этот этап. У нас сейчас ситуация, в общем-то, в основном такова, что эти операции в основном выполняются в онкологических учреждениях, где можно предусмотреть различные вот эти возможные осложнения. И самое главное, исследовать это на протяжении многих лет, безопасность такого лечения. Ну и, конечно, всякий раз, когда об этом говоришь, то, значит, принципы Сангальни определяют деоскалацию лечения. Когда, скажем, можно избавиться от излишних. Обычно выходит диссертат, в том числе и в нашем институте, и в других, угроза рецидива в зависимости от размера края хирургии. Один миллиметр, два, пять и так дальше. Сангальн категоричен. Только отсутствие окрашенных инвазивных клеток на крае препарата является показателем чистоты хирургического вмешательства. И не рекомендуется расширять объем операции в случае, когда вот это нет, как бы, несмотря, допустим, на агрессивный тип опухоли. Потому что часто утверждают, вот трижды негативные раки, там надо шире отступать. На самом деле, влияние потипов в случае соблюдения чистоты краев никак не сказывается на местном рецидиве заболевания. Даже при мультифокальных и мультицентричных формах заболевания, тот же принцип, только по отношению к каждому очагу. И если весь объем молочной железы позволяет выполнить эту операцию, имея в виду, что будет такой же объем противоположной молочной железы. Ну, это вот наши обычные снимки. Почему даже опытные, скажем, врачи-хирурги могут ошибаться? Потому что, хотя выполняется и маммография, и ультразвук, и ОФЭТКТ, и прочее, хирурги ориентируются во время операции на пальпаторные данные. Вот даже отступив на 2 см от края опухоли, при засмещении тканей железы можно приблизиться вплотную к опухоли и получить неожиданно потом рецидив заболевания. Вот наши данные Анны Сергеевны. Вот на этом уровне огромный, так сказать, край 3 мм. Ну, больше, чем отсутствие инозимных клеток. Но в другом разрезе, скажем, если не выполняется рентгеновский снимок препарата, можно войти в коллизию вплотную к первичному очагу и получить рецидив уже в другом месте. Вот, и это, конечно, имеет колоссальное значение. Ну, вот парадоксально, что при, казалось бы, безопасном виде опухоли рак ин-ситу требования экспертов гораздо больше. 2 мм должен быть минимальный край. Почему так происходит? Потому что Сангай ориентируется не на отдельные работы, а берет сотни или даже тысячи исследований вот в этом направлении, рандомизированных, и оценивает, при каком максимальном или минимальном крае возникают рецидивы заболевания. Так вот, для рака ин-ситу протоков как раз и характерно, что вот здесь лучше соблюсти вот такой вот принцип и избежать рецидива. Вот. Ну, вот здесь мы снова говорим, надо ли как бы определять размер края в зависимости от потепа. 95% эксперт считает, что этого делать не следует, потому что потеп влияет на возникновение рецидивов отдаленных, метастазов и так, но не влияет на местные изменения. Вот. И, значит, здесь отдельно как бы идет разговор о хирургии и безопасности хирургического вмешательства после неодеванта системной терапии. Ну, если там говорили о нашем институте, то у нас различные варианты неодевантов лечения. Это и химиотерапия, это и химиотерапия, таргетная терапия вместе, и горбонотерапия, и другие виды. Но обычно в стационарах проводится только химиотерапия. Ну, и в этом случае, каковы требования к хирургическому краю? Значит, тот же принцип отсутствия окрашенного края, если опухоль уменьшилась концентрично, то здесь не надо расширять объем операций, и можно ограничиться в органозохраняющей операции. Если же большая остаточная опухоль, ну, то естественно, или такой тип уменьшения, когда опухоль, казалось бы, одиночный узел превратился в множественно мелкие очаги, рассеянный тип, здесь лучше ориентироваться на первичный размер опухоли и по возможности, как бы, избегать такого минимальной хирургии. Ну, я здесь не останавливаюсь на, как бы, технической стороне неодевантового лечения, как делаются метки до начала лечения, оценка методов изображения и так дальше, потому что это будет отдельное сообщение и доклада, нет смысла повторять это. Вот здесь рисунок, который показывает, что вот обычно это, как бы, в результате успешной химиотерапии может быть полное исчезновение опухоли, левый рисунок А, полный регресс, и тогда, конечно, оправдано любое ограниченное вмешательство. Это может быть уменьшено концентрическое, то есть отделенный узел. И, наконец, вот последний, это самый коварный, это вот рассеющий тип, когда, конечно, приходится выбирать между сохранной операцией и мастектомией. Отношение к подмышечной зоне, особенно после, значит, неодевантовой терапии. Ну, когда исходно опухоль не поражала подмышечную зону категория 0, здесь, в общем, все просто. Те же принципы, что и вообще для сигнальной биопсии. Гораздо сложнее ситуация, когда имеется исходное наличие метастазов именно по узлах. В этом случае, и у нас была даже диссертация недавно защищенная, здесь должно быть взято, во-первых, три сигнальных лимфоузла. Если даже в одном из них определяется микрометастаза, выполняется полная экстремиальная диссекция. Надо сказать, что на этом этапе, даже в том случае, если исходно были метастазы, а при морфологическом исследовании их не выявили после успешной химиотерапии, здесь тоже фактически пока выполняется полная экстремиальная диссекция до получения, ну, так сказать, информации об угрозе рецидива в региональной зоне. Ну, лучевая терапия будет большой доклад, но кратко можно сказать так, если это касается органозахороняющих операций. Это может быть гипофракционная лучевая терапия, это может быть, то есть, не там 15-16 фракций, а не 30-40. Это может быть парциальное облучение, в том числе и интероперационное. И, наконец, может быть облучение только ложа опухоли, или как добавочно, только ложа опухоли. Здесь мы покажем дальше голосование экспертов. Но, несмотря на призывы, особенно после органозахороняющих операций, всем проводить крупнофракционную лучевую терапию, на самом деле это поддерживает только 58 пациентов-экспертов. В общем, 23, там, и, может быть, больше, не определились вообще, что лучше в таких случаях. Особенно, если в данном стационаре не проводится бюстерапия. Поэтому этот вопрос остается открытым. Здесь нужно дальнейшее рандомизированное исследование. Парциальное облучение, интероперационное. Ну, у нас выполняется кубрахиотерапия, скажем, диспансеры, допустим, интероперационные. К сожалению, не подтвердилась вот высокоэкономическая, так сказать, и эффективность этого беда. Все-таки число рецидивов оказалось высоко, если пациенты подвигались только интероперационной лучевой терапии. И фактически сейчас многие стационары используют этот этап как бюстерапия, дополнительная к внешней лучевой терапии. Но есть группа пациентов, которые действительно могут подвигаться такому воздействию, это пациенты старше 60 лет с лиминальными опухолями, где угроза рецидива минимальна, здесь можно ограничиться только интероперационным облачением. Ну, что касается вот брахиотерапии, которые у нас исследуются, здесь будет доклад Сергея Николаевича, ну, вот здесь нам надо встречаться будет еще с лучевым отделением, потому что здесь два варианта, один вот как бюст, это небольшая доза 8 ГР, и дополнительная крупнофракционная лучевой терапия. Или как самостоятельный вид лечения, 32 ГР там, допустим, вот, как будто бы неплохие результаты, но мы знаем опыт Голландии, которые широко поменяли в свое время брахиотерапию. вот именно этими дозами 300 ГР. И непосредственность это были хорошие, рецидивы меньше, но через три года возникало полное фиброзирование молочной железы, требующие обязательно пластики, удаление молочной железы, использование там ТДЛ и так далее, чтобы прикрыть вот это вот удаленную молочную железу. То есть здесь еще много вопросов, вот, и тут нужно какие-то рандомизированные исследования, чтобы понять место, допустим, брахиотерапии в общем комплексе лучевой терапии. Ну вот здесь и голосование. Вот только пациенты 60 лет с низкой степени заказа, то есть люминальный А-тип, где допустимо такое лечение и безопасно для пациентов. Ну и, конечно, очень важно регионарную лучевую терапию. Если мы так широко проталкиваем идею диепсии сигнальных лимфоузлов, так вот, если поражены там 4 лимфоузла, то 100% экспертов считают, что необходимо даже после полной экстрелянной диссекции лучевая терапия на эту зону, которая позволяет избежать регионального рецидива. Вот это значительно отличается от голосования в принципе деэскалации эскалации, когда опухоли, категории Т1, Т2, то есть с одиночными подмышечными метастазами, это как бы вторая стадия, где во многих стационарах в таких случаях не рекомендуется проведение лучевой терапии на грудную стенку после мастектомии. Она рекомендуется только в том случае, если опухоль превысила категорию Т3 или 4 метастаза в лимфоузлах. И если касаться только облучения региональной зоны, то при наличии одного-трех лимфоузлов метастазических, тоже в общем-то, если они удаляются, вся аксилиарная зона, нет необходимости лыжевой терапии, по мнению Сангалин. Но если это женщины высокого риска, молодые женщины, наличие там лимфозасудистые инвазии и так дальше, и больше трех лимфоузлов, то естественно, и аксилиарная диссекция, и лычевая терапия. В этом отношении чрезвычайно важен опыт Оксфордского университета, который исследует все, так сказать, метаанализ всех проводимых рандомизированных исследований лычевой терапии. Он дает отдельные результаты пациентов, у которых был хоть один метастаз в лимфоузлах. Там действительно снижается благодаря лычевой терапии, обычная лычевой терапия. И рецидив заболевания, и снижается смертность от рака молочной лизы благодаря только местному виду лечения. Если же не было метастазов лимфоузла, а они все равно проводят лычевую терапию, то да, рецидивов меньше, но смертность она даже чуть выше из-за, если это с левой стороны, из-за лычевого воздействия на грудную стенку. Но не все как бы соглашаются с мнением экспертов Сангалена и Оксфорда. В июне этого года все здесь будет благополучно, будет огромный обзор всех исследований, всех видов лечения в Оксфорде, где будут даны абсолютно, так сказать, тщательно проверенные данные по всем видам лечения, включая местное лечение, химиотерапию и так дальше. Ну и здесь уже там ближе к заключению, когда речь идет опять-таки о неодевантной химиотерапии, то, значит, как нужно оценивать стадию при планировании облучения, значит, надо учитывать и исходную стадию, и стадию после неодевантной химиотерапии. Ну и здесь заключение, которое говорит о том, что хотя хирургический метод, являясь основным, как метод исчерпал возможности улучшения выживаемости, что за 40 лет никак не меняется показатель выживаемости, употреблялся только хирургическим вмешательствам. Но неадекватно выполненные хирургические нарушения, принципы, о которых я говорил, приводят к ухудшению результатов лечения. Поэтому основное основное направление в хирургии это повышение качества, целесообразное внедрение онкопластики реконструкции, где это возможно, то есть геоскалация, где это возможно, благодаря скринингу, успехам диагностики и так дальше. Ну, на этом спасибо большое. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо.